Мы продолжаем в эфире этого программа «Сумма мнений». С удовольствием представляю у нас в гостях Вадима Геннадьевича Горачёва, главного терапевта Екатеринбурга. Вадим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем про самолечение, как одну из таких тревожных тенденций сегодняшних. Но начать хочется с текущей ситуации, сезонный рост заболеваний гриппом и ОРВИ, насколько удалось взять под контроль вот эту ситуацию. Какие сегодня цифры? Ну да. Ну, видите, к счастью, сезонный рост сейчас идёт на спад. Хотя не так быстро, как нам бы хотелось. Но на самом деле на прошлой неделе зарегистрировано в городе порядка 12 тысяч заболевших ОРВИ. Грипп регистрируется, естественно, далеко не у всех. Это на 6% ниже, чем на позапрошлой неделе. Заболеваемость и у детей снижается, и у взрослых снижается. То есть на сегодняшний день всё-таки мы можем говорить о том, что вот этот сезонный подъём, он сейчас, в общем, возвращается уже к обычным своим границам. Это, конечно, далеко не так выражено, как в начале 2016 года, если кто-то помнит, что было. Сейчас, конечно, ситуация более спокойная. – Это вторая волна, третья волна. Мы ждём ещё какой-то волны, какого-то прибоя вот этих… – Ну, вы знаете, эпидемиологи нам не обещают какой-то дополнительной волны. – То есть сейчас мы всё-таки будем ожидать именно снижения заболеваемости. – Были ли какие-то критические случаи, тяжёлые случаи, летальные исходы нынче? Насколько легко удалось пережить? – Ну, летальных исходов в этом году, к счастью, не было от гриппа. Тяжёлые пациенты, ну, они всегда бывают, тяжёлые пациенты, но тяжесть их всё-таки была обусловлена не гриппом, а сопутствующими заболеваниями, которые на этом фоне, конечно, протекают более тяжело. Сказать, что вот именно была такая тяжесть, как, опять же, повторюсь, в начале 2016 года, сейчас нельзя. – Какие-то другие, я не знаю, тревожные вызовы вот со стороны нашего здоровья сейчас есть, на что нужно особенно обращать внимание, к чему нужно готовиться? – Ну, вы знаете, вообще, внимание всегда нужно обращать на такие инфекции, как грипп, да, потому что это, конечно, инфекция сезонная, но случаи гриппа встречаются, в общем, в течение всего года, да, и предсказать, какой грипп пойдёт в данном конкретном сезоне тоже достаточно сложно, да, он будет опасный или не опасный, это в любом случае опасное заболевание, оно вызывает достаточно тяжёлые осложнения, протекает нелегко у многих людей, поэтому нужно его профилактировать, это самое главное. – А ещё сегодня масленица началась, и, то есть, вот, ближайшую неделю с кульминацией в субботу и воскресенье люди будут есть, там, где-то на улице блины эти полуфабрикатные блины и так далее, и так далее, и насколько это вообще такой вызов для врачей? – Ну, это, конечно, вызов, да, это вызов для хирургов, вызов для гастроэнтерологов, потому что, действительно, люди, когда не соблюдают диету, да, с ними происходят разные неприятности, вот, но, опять же, можно порекомендовать всё-таки соблюдать умеренность, во-первых, да, во-вторых, ну, вот, если так откровенно говорит, да, масленица – это ведь, собственно, период перед постом, да, и если человек пост не собирается соблюдать, то, в общем, с чего бы вдруг он должен… – Загулять. – Да, активно эту масленицу отмечать. – Будем последовательны и логичны. Хотелось обсудить с вами такую серьёзную проблему, на мой взгляд, насколько серьёзно к ней относятся врачи, хочется узнать у вас. Самолечение, когда люди, ну, вот, и с вот этими сезонными гриппом у РВИ столкнулась сама, люди или сами назначают себе лечение и лекарства, буквально просто просмотрев рекламные блоки на телеканалах, либо просят назначить им лекарства фармацевта в аптеке. – Вот. Ну, смотрите, вообще проблема самолечения, она ведь достаточно давняя, да, она существует ведь не только в нашей стране, да, эта проблема существует во всем мире, вот, и вообще, ну, все проблемы… – Ну, почему? Это мы перестали верить людям в белых халатах? Это какой-то кризис доверия к медицине? – Вы понимаете, все проблемы, они описываются таким вот одним из речений, в своё время Бернард Шоу это сказал, я думаю, очень подходит. Ну, а ложное знание опаснее невежества. Вот. На самом деле, наличие какой-то доступной неполной информации в разных источниках, ну, приводит к тому, что люди считают, что им известно всё, да, и известно, в частности, как лечить то или иное заболевание, они пытаются этим пользоваться. Ну, в целом, вы знаете, есть же группа препаратов, которые относятся к безрецептурным препаратам, да, то есть если на самом деле появляется, ну, вот если мы возьмём ту же самую вирусную инфекцию, да, появляется симптоматика какой-то неопасной вирусной инфекции, да, когда температура ниже 38 градусов, когда нет симптомов интоксикации, да, когда нет выраженной слабости, боли в суставах, каких-то проявлений дыхательной недостаточности, ну, бывает, что, да, действительно люди могут справиться самостоятельно с помощью, там, препаратов, которые уменьшают степень выраженности насморка, например. То, что называется симптоматическим лечением. Да, но вообще, понимаете, когда объявляется подъём заболеваемости именно гриппом, да, то эта практика, она становится опасной. Потому что, действительно, не всегда человек может сам отличить грипп от другой вирусной инфекции, менее опасной, да, не всегда он может вовремя зафиксировать развитие того вот критического ухудшения, которое потом приводит к осложнениям. Поэтому, безусловно, обращаться за медицинской помощью надо. Да, и самое главное, что если куда-то и пошёл симптомами вирусной инфекции, симптомами простуды, то иди тогда в поликлинику. Да, не надо ходить на работу, в школу, в детский сад. А лучше всего, если уж действительно состояние достаточно тяжёлое, если есть выраженное проявление воспалительной реакции, температура высокая, 38 и выше, тогда уж лучше вызвать врача на дом. И тогда уже с помощью врача определиться, какую терапию получать. Потому что, ну, на самом деле, с врачом можно обсудить выбор лекарственных препаратов. Но врач вообще, тут тоже интересная история, назначают, и очень многие на это жалуются, самые дорогие препараты, и, конечно, снова появляются разговоры про фармацевтические заговоры, ведь должны назначать действующее вещество, правильно я понимаю, в рецепте. И ты просто выбираешь из линейки то, что тебе подходит по карману. Ну, безусловно, по действующему законодательству, если врач пишет рекомендации или выписывает рецепт, он там указывает действующее вещество. Но для того, чтобы человеку было понятно, какие препараты имеются в виду, в принципе, можно назвать несколько вариантов терапии. И вы знаете, вот по тем результатам анализа медицинских документов, которые у нас проходят, я не могу сказать, что назначаются самые дорогие препараты. Назначаются препараты совершенно разные, как правило, те, которые пациенту подходят. А про препараты. Каждый год во время вот этого сезонного роста гриппа и ОРВИ возникают разговоры на интернет-площадках в том числе про то, что грипп вообще бессмысленно лечить вот этими дорогими лекарствами, которые стоят по тысячу рублей, ну просто потому, что постоянно мутирует этот вирус, и лекарства за ним не успевают. Это из разряда, как помните, вот эта старинная поговорка. Леченый грипп проходит за неделю, а не леченый за семь дней. Ну то есть, может быть, просто действительно целесообразнее ограничиться симпатоматическим лечением, работать с горлом, насморком, кашлем и так далее, и не пить вот эти дорогие препараты. Понимаете, когда появляется грипп, то симптоматического лечения заведомо недостаточно, потому что это вирус очень активный, который приводит к выраженному поражению клеток. И если его не подавлять, то это, в общем, такая лотерея с неясным исходом на самом деле. Конечно, нельзя сказать, что все повально будут болеть с осложнениями, но это достаточно часто бывает. И существуют препараты, для которых доказана эффективность в отношении любого штамма гриппа. Любого. То есть, они эффективны в любой сезон от любого варианта гриппа. Что вот в 2009 году они были эффективны, что в начале 2016 года, что в конце 2016, в начале 2017. Вот эти лекарства, они прекрасно изучены, они влияют именно на критические параметры жизненного цикла вируса. Поэтому, конечно, они все-таки должны использоваться, но назначать их должен врач. Последствия таких самоназначений, когда человек сам решил, что ему нужно пропить курс противовирусного или еще чего-то, сталкиваетесь ли вы с такими последствиями? Какие бывают? Ну, вы знаете, вот я пугать никого не буду. Последствия на самом деле бывают самого разного характера. Надо сказать, что человек пострадал именно от назначенного ему лекарственного препарата, конечно, можно далеко не всегда. Потому что лекарства, большинство из них достаточно безопасны. И их побочные эффекты развиваются, к счастью, достаточно редко. Но есть лекарственные препараты, которые при бесконтрольном использовании действительно могут нанести вред. Например, препараты для устранения боли, нестероидные противовоспалительные препараты, они у нас, как и во всем мире, препараты для безрецептурного отпуска в аптеках. Люди их могут принимать тогда, когда захотят. Эти препараты действительно имеют побочные эффекты. Они вызывают повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта и кровотечения желудочно-кишечного. Они могут вызывать поражение почек, они могут вызывать определенные родозависимости с развитием так называемых абузусных головных болей. Поэтому, конечно, вот это бесконтрольное использование нестероидных препаратов – это вообще общемировая проблема. Что касается антибиотиков, к счастью, у нас сейчас все-таки их выдают по рецептам только, но, тем не менее, до последнего времени это была проблема. Потому что бесконтрольный прием антибиотиков, мало того, что люди не получали достаточного эффекта, они не заканчивали те курсы, которые необходимы. И за счет этого еще формировались устойчивые штаммы бактерий, которые потом трудно было очень вылечить. Сталкиваетесь ли, отслеживаете ли Вы ситуацию с нарушенными правами пациентов? Ну, вот опять же, в период каких-то роста сезонных заболеваний приходится слышать, я не знаю, какие-то отметить болевые точки сейчас именно в поликлиниках, на местах, где работают участковые терапевты? Ну, Вы знаете, вообще, права пациента на сегодняшний день защищены достаточно хорошо. Сказать, что происходит их нарушение где-то в поликлиниках, особенно в сезон РВИ и гриппа, когда как раз к поликлиникам особое внимание всех органов управления приковано, сказать об этом, наверное, нельзя. Пациенты, которые туда приходят, особенно с проявлениями вирусной инфекции, они попадают на прием в тот же день. Либо же к ним выходит врач или выезжает врач неотложной помощи или фельдшер неотложной помощи в тот же день. А ситуация с нехваткой катастрофической участковых, которая была пару лет назад, которая активно приковывалась внимание и СМИ, в том числе сегодня, как она? Вы знаете, вообще, в течение этих лет она определенным образом решалась. То есть сейчас, конечно, нельзя сказать, что она стопроцентно укомплектована с участковыми терапевтами. Тем не менее, в настоящее время критического значения на нехватку участковых терапевтов не имеет. То есть на самом деле первичная медицинская помощь, она достаточно хорошо обеспечена. – Где самые такие сложные места, локации в городе? Где сложнее всего? – Вы знаете, не могу сказать, что какие-то есть особо сложные места. В городе все-таки обеспеченность врачами относительно неплохая. – Был большой проект обратной связи с пациентами при городской администрации, когда, собственно, собирались мнения, пожелания, отзывы о работе поликлиника, мнения горожан. К чему это все привело, чем это все закончилось? Были ли где-то учтены какие-то из этих мнений? – Это на самом деле был очень полезный проект. Можно сказать, что он продолжается, потому что существует и общественный совет при управлении здравоохранения. И разработан с учетом предложений и людей, которые участвовали в этом проекте, и людей, которые потом вошли в общественную группу по составлению стандарта поликлиники. Он вообще создан уже, этот стандарт, официально выпущен, и поликлиники, в принципе, к нему подтягивают свою работу. Стандарт, на мой взгляд, он такой достаточно требовательный. – Ну вот про что? Какие-то пункты? – Ну, пункты по очередности, по времени приема врачом-очистковым терапевтом, врачами-специалистами. – Сколько? – По работе регистратуры. Ну, врач-учистковый терапевт, это, собственно, отражено и в территориальной программе государственной гарантии, но должен в плановом порядке принять пациента в течение суток, в течение 24 часов с момента обращения. Ну, а узкий специалист в течение двух недель по направлению врача-учисткового терапевта, естественно. – А если этого не произошло? – Если направления нет? – Нет, если не приняли с направлением в течение недели. – А, если этого не произошло, то, соответственно, нужно выяснять у администрации лечебного учреждения, почему это случилось. – Обращаться к администрации. – Да. – Время, которое должен участковый терапевт уделить пациенту для приема, оно каким-то образом регламентируется? – Ну, вообще, вы знаете, время определяется характером клинического случая, на самом деле. То есть, есть условный норматив приема, он составляет 12 минут, но совершенно не обязательно, что именно 12 минут врач пациента будет принимать. Если этот случай более сложный, то, соответственно, конечно, пациенту времени больше должно быть уделено. – Ну, и меньше, может быть, тоже в обратную сторону. Или не может быть? – Если есть такая возможность, то да. Если есть такая возможность. – Прогнозы на, ну, вот такие, не знаю, эпидемиологические, медицинские прогнозы на весну? – Ну, вы знаете, вообще, в весенний период обычно увеличивается частота кишечных инфекций. Ну, конечно, в большей степени у детей, поскольку детьми не занимаюсь повседневной жизнью. Ну, соответственно, у взрослых, ну, у взрослых тоже это бывает. И, в общем, нужно действительно быть достаточно внимательными, да, и самим при хранении продуктов, да, при приобретении продуктов в торговой сети, чтобы не был истекшим срок годности, например. – Разумно подходить к точкам общественного питания. То есть это, в общем, элементарные вещи, которые позволяют избежать кишечной инфекции. Да, разумно подходить к выбору воды, например, да, к её кипячению. – Какие-то тенденции по обращениям, ну, вот сейчас, по-прежнему ещё сезонные обращения, вот эти гриппы ОРВИ, или, ну, вот, на что жалуются, с чем приходят люди к терапевтической? – Конечно, сейчас превалирует пока что всё-таки респираторная вирусная инфекция, да, то есть мы говорим, что заболеваемость снижается, но она пока всё равно остаётся повышенной, вот, и люди действительно обращаются, и на самом деле, если симптоматика появляется, вот, как мы уже с вами говорили, всё-таки нужно обращаться к врачу. Кстати говоря, вот, если говорить о весеннем периоде, да, в общем, весенний период, он уже и тёплое время охватывает, да, то есть ещё есть сезон клещевых инфекций, да, безусловно, вот, к нему тоже надо готовиться, и нужно проводить вакцинацию от клещевого энцефалита, потому что, ну, действительно, у нас в прошлом году были достаточно серьёзные случаи заболеваний, да, с неврологическими последствиями. Вот, для того, чтобы этого не было, конечно, прививка от клещевого энцефалита, она действительно необходима. – Уровень вакцинации, по вашим ощущениям, в среднем по Екатеринбургу вообще растёт. Ну, вот, напуганы были в прошлом году тяжёлым гриппом, и как будто бы нынче гораздо больше людей поставили эту самую прививку. – Ну, во всяком случае, запланированная вакцинация, она выполнена, да, то есть это всё сделано. Сказать, что люди сильно были напуганы, знаете, откровенно говоря, наверное, нельзя, потому что всё равно на вакцинацию приходилось людей приглашать достаточно активно, для того, чтобы они это почувствовали и согласились. Ну, на самом деле, всё равно вакцина-профилактика в достаточно больших масштабах проводится. – Спасибо большое, что нашли время, этим вечером пришли к нам в студию. Всем телезрителям желаем всё-таки лечиться у врачей и просить советы по назначению лекарств не у фармацевта за кассой в аптеке, а в медицинском кабинете. У меня на этом всё. Это была программа «Сумма мнения». Увидимся на ЕТВ. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok